шаббат шалом дорогая община и рад вас видеть аллилуйя я знаю что это очень долго было но слава богу мы дома мы проспали вы проспали собрание но если учесть что я лег почти пол шестого утра то нормально думаю что поспал еще пару часов я надеюсь простите меня амэн аллилуйя прекрасны в это время мы благодарны статья на чем приносим большую благодарность за ваши молитвы за то что вы были вместе с нами мысленно хотя бы что вы были вместе я вижу ноги новые лица хочу сказать я раввин община орхома шеях если вы меня не со мной не познакомились заранее с вами знакомлюсь и мы надеюсь проведем несколько время времени с вами хорошего времени мало того что мы прилетели неделю назад я сразу на следующую неделю поехал учиться так что у меня ночи тоже были напролет писать читать что-то еще делать а днем изучать очень хороший класс называется герменевтика это не бурить землю это наоборот раскрывать сущность писания будет бурить священное писание так что я очень рад быть с вами и знаете я хочу немножко продолжить то что говорил виктор особенно о том что он как бы сказал вот недавно или там в одно время у меня было желание захватить поскорее свое имущество я вам скажу что оно так как оно пришло быстро так и ушло суть в этом знаете мне очень сильно беспокоит беспокоит сегодняшнее состояние христианского мира я не отделяю мессианское движение от всего христианского мира потому что мы в евреи которые верят что ешуа иисус является мессией и спасителя мира поэтому мы не отделимы от общего движения духа божьего и мы называем братьев и сестер те кто верят и шоу мессию аминь и меня на самом деле беспокоит вот глобальное состояние верующих людей и я буду писать диссертацию футиски мы уже закончили наше обучение нас полтора года чтобы написать нашу диссертацию по нашей семинарии и моя диссертация будет на тему тови амонитянин современном мире это как люди я был там слова таки используя которого вы не поймете как люди легко отдают свою вот переводят свою веру ради чего-то 1 ради наживы особенно в это время когда идет слияние веры наций стран глобализации я не знаю там сто с лишним страниц писать диссертации всего я понимаю что это большая проблема как мы с вами сделаем основой мои то что хочу с вами поделиться послание к евреям это не то что пас послание к нам тем евреям которые веровали вешу вот вам это только вам это надо для всех остальных это как бы не нужно вот это не к нам и не вредик не к нам относятся друзья у нас есть канон писания который наверное дан нам для того чтобы следовать тем принципу который бог нам дал я верю что община божья это это место людей которые не только убеждены то что бог есть бог ешуа спаситель из а искупил на своей грегоцей на кровью но это те люди которые следуют канонам поведения в обществе который отличает их от мира я верю в это некий прообраз который мы черпаем из библии и пытаемся ему подражать но при всем этом я вам скажу что на это проповедь меня этот цикл проповеди подтолкнуло два обстоятельства первое обстоятельство тогда мы вот буквально неделю назад встречались с нашими родственниками мы приехали в бостон для того чтобы улететь обратно на украину и и приехали родители приехал рома и мы встречались у татьянова брата провели несколько дней буквально в хорошем кругу семейных отношений знаете мы там вспомнили одну историю которая случилась с нашим сыном с нами фактически 15 лет назад мы смеялись об этом мы говорили об этом вспоминали эти странные истории и также меня потолкнул на это моя вот мое обучение в семинарии мы проходили как я уже сказал герменетику это один из таких практических классов было перевод библейских текстов на естественность семантический мета язык я понимаю что вы не поняли о чем я сказал кроме александра и скоро наш олег будет тоже знаете чем я говорю но в сути это из общего вот отрывка сделать нечто особенное то есть выразить например там 45 стихов из писания в некоторую фразу которая была доступна понятно для людей нашей группы было выбрано местописание которое как раз вот и подтолкнуло меня вот говорить об этом в местописание о котором мы как раз несколько дней назад обоговорили вот о том событии или той ситуации которая произошла 15 лет назад и тема на не новая если буду говорить с вами об этой теме вы скажете рэбэ ну проехали уже об этом столько говорили столько уже обжевывать сторон и и уже со всех сторон уже обсудили фанатически по гречески объясняли как все со всех сторон и поэтому может быть не стоит но честно сказать я настроен так чтобы донести к вам некую истину которую я чувствую необходимо открыть может быть она покажется вам очень странной моя позиция относительно вот этой темы но тема вот такая мертвый и ожил пропадал и нашелся путешествие блудного сына был мертв и ожил пропадал и нашелся некий некое путешествие с блудным сыном когда мы касаемся касались классе этой темы знаете чтобы раскрыть вот говорили об этом фактически если посмотрите внимательно это луки 15 главам там идет три притчи одна за другой и и можно их суммировать некоторым таким положением что это притча о заблудче и отце потеряны драками и пропавшим сыне помните да они идут одна за другой интересно что это не случайность чтобы понимали еще говорит об этом и он говорит не случайность потому что суммируя три этих притчи можно сказать что это притчи о пропаже и приобретении некой пропаже и приобретении и приобретении я не буду в конкретно разбирать позицию например попавшие овцы пропавшие потери на драхме но я остановлюсь на пропавшем сыне о пропавшем сыне потому что фактически идет из классический интерпретрация или же сказать классическое истолкование этой притчи и чаще всего всего ее используют в евангелизации достижение неверующих людей говорится о том чтобы достигать людей которые типа мы все дети божьи только одни еще не родились выше поэтому тебя есть путь домой приходи ты растративший в мире этом столько много хорошего и во время нашей диспута я сказал слушать друзья давайте мы отойдем может быть от классической и классическое толкование этой притчи а может быть взять другую тему давайте посмотрим на эту притчу другими глазами глазами верующего человека что если взять такую тенденцию что в доме отца есть два сына один ушел что если взять что блудный сын это не тот кто не верующий или же халдей которые не знают бога что если взять что этот сын который уже в доме уже знает знать свое наследие знает что ему принадлежит вдруг внезапно сказал хватит я ушел дайте мне свое о том что говорил виктор что эта притча о верующих растрачивающий свои дары на поле питающийся помойми этого мира и их ждет отец как вам это я когда начал думать об этом понимаю что может быть это не классический подход но почему-то внутри меня оно не давало мне ну знаете просто спокойно смотреть на эту притчу потому что на самом деле потерянные овца это те которые знаете вот в мире в этом они они стадом ходят да вот и фактически ищу а наш пастор мы должны как пастора идти и служить или люди которые достигать людей потеряна драхмата те кто уже дома и потерялся вот идешь искать его и спрашиваешь где ты находишься что тут происходит а с блудному сыну он нужно дать возможность уйти пускай попробуют мне очень часто люди говорят рэбби вы что-то так отпускайте людей спокойно они там уходят другой общины будет церковь вообще никто не приходит что вы так спокойно это относитесь к этому но вы не знаете столько и сколько времени я провел с этими людьми пытаясь убедить в чем-то не делать то что они делают я прихожу к тому моменту где говорю хорошо вот твое твое иди куда хочешь но хочу чтобы услышали некоторые парадигмы которые я буду говорить здесь некоторые моменты которые меня сильно коснулись за это время я хочу как бы сказать вам тот семантическая мета язык которая используется в этой притче из двадцати двух стихов этот метод сделал очень хороший вывод плохой мы плохой может быть награжден в данной притче именно таким образом и существует вывод что да действительно может быть вознагражден мое личное мнение о том что эта притча говорит именно о людях которые были верующие или же остаются они верующими они остаются спасенные но растрачивающие божьи дарования например вот евангелие например я вам скажу так и она 8 глава 38 стих я говорю то что видел у отца моего а вы делаете то что видели у отца вашего а каких двух отцов говорится если мы говорим о том что блудный сын он не верующий он халдей да то что он делает вообще в этом доме если вы говорите о том что это это этот сын является частью мирского мировоззрения то какое у него есть имущество которое принадлежит нам поэтому мое личное мнение о том что эта притча говорит о нас о общине о церкви где люди делают свои выводы где они берут и делают свой шаг хочу немножко как бы чтобы вы понимали притча о блудном сыне это история спасенного человека история спасенного человека с растачающейся натурой натура которая растачает в данном контексте смотреть нужно на сына как сына который заблудился и он является тем кто вернется помните я вам говорил об истории которая прошла 15 лет назад мы об этом как раз говорили в бостоне смеялись я вам скажу что произошло мы с нашей семьей посетили Татьянова брата 15 лет назад и они только переехали туда и они были настолько гостеприимны счастливы знаете они показывали нам город центр города откуда фактически началась Америка где куда прибыли первые пилигримы которые верующие искали свободы они рассказывали историю предысторию всего всего и мы гуляли в центре города уже проголодались немножко и Виктор и Татьяна говорят подождите остались с детьми немножко здесь а мы пойдем посмотрим где можно найти покушать мало того там же Америка это же страна иммигрантов вообще взагали и случилось что в это время итальянские как бы сказать иммигранты или же бывшие которые почитают Марию католические праздники делали шествие в честь Марии и весь центр города просто кишил людьми и пока Татьяна приходит я с детьми она приходит все нашли где кушать и смотрит на меня и говорит а где Давид типа вам каким списям ну мужским что-то доверить детей это же невозможно я стою смотрю на нее думаю а все-таки где он мы подрываемся оставляем детей бегаем ищем туда сюда минут 15 это бегали да больше уже нервы толпы людей в голове знаете где-то может быть остался где-то ушел где-то его схватил потеряли ребенка знаете у нее уже начинается нервный тик такой знаете и только женщина может догадаться до того чтобы пойти обратно на то место где мы припарковались это было где-то за два квартала мы тогда идем туда идем смотрим чудо стоит такое и такое разводит руками говорит где вы были я вас так долго здесь ждал конечно же в нашей естественной культуре которая здесь постсоветском вы понимаете что могли сделать родители с таким сыном но на самом деле мы понимаем что это не его вина наша вина вот такая больше всего и мы взяли его пошли кушать и все остальное суть-то знаете в чем вот мораль этого всего он остался сыном он заблудился он был потерян но он остался сыном он не лишился своего сыновства нашей любви наших отношений хотя он не единственный кто у нас пропадал однажды мы еще ромчику было еще два годика давид только родился наш сыновчик любил везде бегать больше всего любил бегать потому что даже в зимнее время в чем матерь дела мы жили в центре города пенсильвании и улица там очень такая ну много машин вдруг какая-то женщина американка кричит и Татьяна не в курсе дела что такое выходит она приводит ромчика с улицы афроамериканская такая женщина кричит если вам не нужен вам сын я с удовольствием его усыновлю у ромы могла быть другая семья который бы спрашивал бы а почему мои родители черные и при всем этом и младшего тоже один раз ну посетила такое искушение мы уже учились в институте жили там на территории института вдруг стук в дверь те люди которые управление управленцы жилого комплекса приводят нам Джашуа и говорят это ваш сынок мы его нашли у скоростной трассы где машины летят со скоростью 120 км в час собирающие бумажки это 500 метров от нас я хочу вам говорить о том что они не потеряли своего сыновства они не потеряли своих родителей хотя возможность остаться в других семьях была весьма велика это позиция когда я говорю о том что этот сын он не потерял спасение я имею ввиду о том что у тех людей которые уверовали в Господа Иешуа у них есть это понимание они не потеряли свое спасение они они ушли они расточили и расточали свою позицию потому что их желание было изменить ход движения знаете когда я думаю об этом я понимаю что сегодня люди не понимают той опасности которая ждет их тот мир они может быть сидят в своем доме здесь доме отца в доме где есть братья и сестры они может быть и своих желаниях и стремятся что-то сделать хорошее и выйти за пределы этого дома и найти себя в этом мире я вам скажу есть опасность история блудного сына там в таком переводе написано он беспутный образ жизни провел отсюда мы имеем слово блудный кличку уже дали блудный сын он расточил это давайте я вам скажу что пишет библейский словарь это человек лишенный разумной цели человек лишенный границ и мер покинувший какое-либо сообщество людей или привычные занятия в поисках чего-либо более привлекательного а затем обычно после неудач возвращающиеся прежнему образу жизни это называется это я взял просто словарь из который используется к этому слову блудный если быть предельно честным и откровенным то мы с вами имеем одно или несколько позиций в своей жизни где мы можно четко сказать мы расточители одно или два бывает такое место где мы не согласно каким-то вещам мы уходим в сторону я не говорю что есть люди которые уходят просто вот на долгое время каждый из нас послушайте каждый из нас может даже на мгновение стать блудным сыном каждый из нас может стать на мгновение или на время тем человеком который расточает то что Богу Бог дал наследие нам вот в этом самый вопрос потому что мое послание оно послание борьбы нашей в чем сущность борьбы верующего человека и возможность стать этим блудным сыном либо это мгновение либо на годы десятилетия независимо но и то и другое оно настолько опасно что мы теряем отношения с нашим Богом давайте я хочу чтобы вы понимали в чем же вся эта суть борьбы вопрос почему у нас есть эта тенденция быть расточителями я говорю за каждого из нас почему у каждого из нас внутри есть тенденция расточать и чаще всего когда мы получаем что-то нам хочется сразу его слить как Виктор говорил то что я получил быстро захотел получил я это все слил и понял что опа уже нет подсчитано что люди которые выигрывают лотереи да вот выигрывают миллионы девяносто почти восемь процентов люди которые выигрывают какую-то большую сумму в течение некоторого времени спускают это все как бы в унитаз другими словами не умеющий как бы менеджинг да или так сказать руководить своими финансами и этот вопрос очень серьезный для каждого из нас почему же потому что мы с вами сотворены из плоти души и духа и это становится нашим полем сражения наше поле сражения каждого из нас твое и мое поэтому павел говорит кримлянам семьи седьмого стиха главы седьмого двадцать пятый стиха о том что есть сражение это мы с вами сотворены богом бытие два семь говорит и создал бог человека из праха земного тела вдохнул в лице его дыхание жизни руах это дух и стал человек душею живую и он человек стал душевным что это значит наш дух сотворен богом для того чтобы иметь непосредственное отношение с богом то что остается вечным то что он хочет чтобы имели общение получали от его престола от его слова в наш дух возрожденный дух в слова которые будут руководить нами то что будет нас делать этнически отделенными то есть христианин это не этнос но при всем этом это некоторое сообщество людей которое отличается от людей других которые в этом мире это дух который дан нам богом нам дано тело чтобы мы могли общаться или же соприкасаться с творением которое вокруг нас и наслаждаться им говорить о том что как прекрасно все сотворено и именно душа была сотворена для того чтобы выражать то общение с миром которое у нас есть с творением выражать красоту божию говорить о том как великое это сотворено как чудеса сотворено душа отвечала за это общение и с богом и с творением душа что значит в нашей понятии душа наш разум наши эмоции правда если коротко говорить вот в этот момент бог именно хочет чтобы мы соприкасались с ним нашим разумом и нашими эмоциями говорили богу о его творении после грехопадения адама и евы знаете по словам всевышнего он сказал в этот день ты умрешь умерло ли тело адама да через девять девятьсот лет нет умерла ли душа адама нет знаете что произошло отрезание духа от общения с богом потому что мы не видим дальше дальнейшего общения адама с богом мы только видим некоторые отпрыски такие в его его детях где его дети начинали приносить жертвы но не говорится что о том чтобы они имели общение хотя каин услышал слова от господа что ты делаешь где твой брат и все но общения такового не было и мы понимаем что некоторая смерть пришла в дух в духовное состояние человека мы должны понимать что мы все от нашего возраста да до покаяния от нашего рождения до покаяния живем под воздействием души мы вовлекаемся в душевное состояние и питаем нашу душу ситуациями и то что вокруг нас происходит забывая о том что нужно питать наш дух чем мы можем питать наш дух это наша библия хвала молитва посещение благодарность пост добрые дела это то что нас наш дух вдохновляет и он растет и если дух растет тогда душа подчиняется духу и мы движимы к божьим целям давид пишет псалом сто тридцатый два я утешал утешал успокаивал душу мою словно ребенка оттянутого от груди матери душа моя словно ребенок оттянутый от груди мать материнской что мы говорим о чем здесь говорится если вы заберете у вашей души подпитку она начинает делать то что делать наши дети они начинают кричать они начинают истерику падать на напою и дай мне дай мне мне надо давай а друзья а честно ты понимаешь ты забираешь у ребенка то что ему будет вредить отнимаешь у него это а он кидается на полке делает истерику и родители очень часто ну ладно я утешал успокойся ну не надо ну что душу надо успокаивать здесь борьба идет многие верующие когда попадают в искушение того что видят в мире переживание которое в мире то что наслаждается то что дает страсть похоть желание они движимы потому что этими чувствами потому что у них нету воспитания духа который должен быть воспитанный который должен быть насыщенный словом божьим молитва отношения с богом который возрастает когда он возрастает он начинает говорить душе говорит подожди конец этого пути яма эти отношения которые ты делаешь конец яма вот это то что ты сейчас делаешь обманул тогда ты насытился сейчас буквально на пять минут а получил какие-то деньги в конце ты будешь страдать и жевать свинячьи дрожки зачем опускаться обратно в эту яму откуда с которой нас бог вывел но если мы не питаем наши наш дух откровениями божьими друзья душа наша обязательно будет выигрыши потому что все записано вот здесь мгновенно делаем эти было ли у вас еще такие вещи что вы знакомились с человеком вас познакомили и вдруг сразу же внезапно у вас есть к нему какое-то чувство неприязни а нет нет есть такие люди нет есть вы познакомились с человеком вы его не знаете так ну долго всего а а он вам отвратительный муж тот парень и девушка выкать слушай я только познакомился с тобой ничего тебе еще не сделала а ты со мной относишься как ну с дерьмом извините пожалуйста знаете почему потому что ваш разум сразу же поднимает файлы которые говорят он мне кого-то напоминает жесты поведения разговор глаза и так далее с чем тем я встречался раньше и эти отношения они привели к хорошим взаимоотношениям то что-то мне было такое поэтому я не могу вспомнить как но почему-то у меня есть на него куча файлов в голове и я не хочу с ним ничего иметь общего да а было ли так такое что вы ну вот это все душевное то что я говорю вам да влияет на наши отношения вы начали вдруг вы у вас есть разговор вы приходите среди людей какая-то какая-то тема вдруг поднимается и вы ни с того ни с сего начинаете агрессивно говорить начинаете наезжать на ту ситуацию или то общение которое произошло вы начинаете повышать голос начинаете реагировать на какие-то ситуации и резко вы встаете или там что-то еще все достало меня и ушел не хочу вас всех видеть ушел люди стоят такое не понял что произошло знаете что произошло очень просто обстановка которая подсознательно вы даже не не реагируете на это как бы так ну не понимаете что происходит на самом деле подсознательно вдруг какая-то фраза какие-то действия какие-то ну атмосфера сразу говорит вам я в этой атмосфере уже был когда я пытался сделать то и меня не услышали сделал был сделан какой-то вывод и поэтому чтобы не не быть раненым и уничтоженным и сохранить душа говорит чтобы сохранить себя я лучше сделать реагирую вот таким образом чтобы не повторилось то что было со мной десять лет назад закрыл дверь и ушел абстрагироваться от обстоятельств мы говорим нужно возрастать когда ребенка оттягивают от груди матери либо он говорит так прямо знаете что происходит ребенок думает что его хотят убить поэтому он кричит ему кажется что его лишают всех ресурсов жизни и когда душе начинаем говорить о некоторых вещах она начинает кричать что ее убивают надо защищать номер один надо себя защищать надо резко себя защищать поэтому многие люди верующие люди реагируют на обстоятельства именно таким образом не подчиняя себя духу божьему потому что дух божий он в состоянии любви хочет открыть тебе сердце отца а сердце отца стоит дома и ждет своего сына ждет своего сына и если мы научимся как верующие люди с сегодняшнего дня при любых обстоятельствах обстоятельствах не подчиняться своей душевной душевным состоянием криком которые у нас есть желание которое мы хотим исполнить даже верующих людей то помнишь что есть Бог который все таки покроет множество ситуаций покроет помните реакцию старшего брата как реакция души а что я хотела ты мне не даешь что я должен с ним еще родняться но при всем этом мой последний пункт душевность и душа должны умереть что за такое состояние за что вы нас кидаете да так странный как бы такой анализ для тех кто может вы первый раз вообще не думайте мы в жертву людей не приносим но сущности здесь написано что душа должна умереть поэтому Павел говорит я умираю каждый день русский перевод говорит зараспялся с Христом зараспялся с Мессией зараспялся с Христом в других переводах и греческом написано что я беру свой крест и умираю ежедневно и скажет зачем ежедневно зачем ежедневно вы понимаете знаете у нас у нас вообще извращенное понятие благодати реально он вообще в мире существует разное понятие о благодати типа если ты вот спасся да то любые согрешения ты теряешь спасение такой есть консервативный такой подход но и также есть другие которые говорят ты спасся теперь благодати и экстрим что бы ты не делал типа можно делать спокойно Павел говорит так что нам грешить чтобы произобила благодать никак но знаете что мы не понимаем что есть благодать которая совершенная благодать которая сделала тебя сыном и посадила уже на небесах которая спасла твой дух который возродила тебя духовно и есть прогрессирующая благодать которая помогает нашей душе нашему телу совершить путь здесь на земле чтобы это вот это тело это душа она обновилась как горнила да для золота чтобы мы совершили этот путь и подчинялись нашему духу были в цели к награде и вот здесь нам нашу душу и нашу душевность необходимо извините за такие подробности да отнять от источника подпитки душевности то что у нас есть реагировать на то что мы реагируем присоединить нашему духу который будет питаться от библии постами молитвами отношения друг с другом добрыми делами и помочь нашей душе умереть для себя умереть для эгоизма который у нас есть и не говорите мне что у нас нету сегодня борьбы это наша борьба наше поле борьбы которое мы с вами переживаем каждый день и независимо слушайте меня внимательно независимо на сколько времени ты говоришь отцу хватит дай мне мое имущество я хочу сделать то что я хочу независимо это пять минут десять лет состояние блудного сына может быть с каждым из нас но я сегодня вас призываю к одной вещи думайте о вечном о горнем думайте о награде которую Бог приготовил для нас сделайте Бога и Божий град божие дарования тот те подарки которые у него есть для нас реальными из-за того что мы не имеем этой цели она стала абстракцией для нас и мы хотим прожить эту жизнь здесь на земле и чаще всего мы подпитываем нашу душу обстоятельствами которые с нами были которые происходят и мы теряем мы теряем мы побеждаем мы нашей душой ощущаем в себя как этот блудный сын и знаете когда написано что он пришел к сенсу то есть сознанию того что в Боге в отце и в доме отца есть место помните я сказал что плохой будет вознагражден но он не досказал одну еще одну вещь плохой будет вознагражден если принесет достойный плод покаяния многие люди которые как христиане верующие люди давно отошли от Бога ведут мирской образ жизни что-то еще во-первых грех сладен он увлекает он потому что он питаем душою второе они всегда знают слушайте дух говорит о том что отец тебя любит они с тебя делают даже ну как бы с такой извинения или же такой предлог для ну как сказать разговора ну Бог любит же всех Бог любит грешников ну у меня все нормально с Богом он меня любит давайте не будем путать эти все вещи душевность с духовностью зачем нам тратить время там в мире собстоятельства которые нас связывают в этом мире когда мы можем получить венец здесь большинство людей я благодарю тех которые набрали взяли в себе смелость например вернуться обратно в церкви после многих блужданий в этом мире которые делали ошибки которые приткнулись на чем-то или они вернулись и сказали слушайте спасибо что вы меня приняли но многие не хотят этого делать по одной причине им душа говорит в прошлый раз когда ты вернулся в школу после длительной болезни свинки все тебя обживали за тобой смеялись презирали тебя за то что ты болел свинкой и такое у вас все было либо этим самым там еще оспа и все остальное ты думаешь вот твой разум тут здесь говорит вот так свой поступит ты вернешься и сказать ха ха вернулся блудный сын и сказать станет неприятно мы должны изменить свое отношение к людям но при всем этом мы не должны поддерживать образ жизни который они ведут мы не можем сказать как классно ты стал таким крутым бизнесменом на такой тачке ездишь видно тебя Бог благословил а он просто вор убийца он говорит что он христианин носит такой крест но на самом деле он далеко от Бога нельзя поддерживать людей которые делают свой выбор потому что они так хотят плоть их нет душа их по жерелье ходить там на Хавайи ездить отдыхать где-то и ведут образ жизни который ты понимаешь что фактически сказать ему круто вышла замуж я смотрю на это все и плачу потому что блудный сын имел много друзей много прикольных друзей карты карты домино крутые рестораны месарати меседесы и все остальное круто самолетами летали в разные страны а потом на всех машинах не поездишь во всех коллекциях версача не оденешь все диаманты и ожерелья тоже на себя как-то не приструнишь даже не понимаю какое состояние там чувствовать себя в бриллиантах никакого даже удовольствия нет как бы такого от пищи есть покушал хороший бургер вот наши сестры пойдут и покушают хороший бургер хоть можно насладиться а что диаман то что скушаешь что от него чувства доктору нужно бежать все оно абстрактно друзья у нас есть какое-то особенное состояние привилегии возрожденным свыше и я говорю что у нас борьба с нашим нашей душой и духом постоянно как мы говорим что мы говорим как мы реагируем на все что мы хотим сделать и давайте починим это починим для тех кто далеко далеко заблудшие сыновья говорю вам домой идите домой дочери идите домой в доме отца вашего есть много хороших вещей и даже если ты столкнешься с осуждением брата твоего помни что тебе будет дано кольцо одежда и пир будет свою честь я говорю тем верующим которые давно в обольщениях которые живут двойным стандартами жизни там можно остаться на десятки лет но пока у нас есть жизнь у нас есть возможность вернуться в дом отца а я вам скажу где дом отца бог говорит народу израиля пускай они сотворят построят мне место и я буду общаться с ними там место общества отделенное для бога для богослужения называться община или церковь состоящий из людей разных с разными проблемами но если мы будем зацикливаться на друг друге мы не достигнем цели в боге научиться прощать наставить наставить посмотреть друг в глаза сказать прости и искренне сказать я верю что это путешествие которое мы начали с богом мы завершим его до конца луки говорит о том что по украински прочитаю кто кто хочет за мной ты нехай подречаться себе и берег крест свящего дня заедет слить за мною пускай крест ваш взяли на себя хотя многие говорят во время евангелизации что ваши дела и то что вы сделали нужно было это ваш крест который Христов взял на себя это подобие я вам скажу так свой крест каждый будет нести по-своему тот крест который вы должны распять свою душу потом Павел говорит я умираю каждый день я умираю каждый день я вам скажу честно мне приходится каждый день делать выбор иногда я становлюсь этим блудным сыном я потом говорю боже что я сделал что вы говорите да давайте будем искренними искренними может быть следующая проповедь будет об этом что такое быть верующим быть искренним не лицеприятным а искренним я понимаю что это глупо смотрится это все и люди скажут да вас пользуют вы как христиане это лохи да как говорят ну лохи все как бы на них ездить друзья лучше я буду последним лохом в этом мире чем может быть первым крутым пацаном в аду я выбираю быть безумный христа ради я выбираю следовать за ним даже если моя плоть и моя душа говорит иначе в этом моя борьба каждый день борьба христианина между душой и лохом и давайте разбираться в этом у нас сейчас хлебопреломление я знаю что за тебя новое время честно сказать я бы говорил бы с вами от самого начала собрания без прославления без торы немножко больше бы объяснил вам все слова греческие синтеза и словосочетание если возможно что там говорится но римлянам 12 глава 1 стих и так умоляю вас братья милосердием божьим представьте тела ваши в жертву живую помните мертв ожил потерян найден святую благоугодную богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь веком сын но преобразуйтесь обновление ума вашего то что поднимается в нас чтобы вам познать что есть воля божья благая угодная и совершенная по данной мне благодати всякому из вас говорю не думайте себе более нежели должно думать но думайте скромно по мере веры какую каждому Бог уделил в этом контексте который я почитал вспомните то что я вам только что сказал не думайте что полагаясь на вашу душу вы сможете быть успешными но вера в Бога через ваш дух сделает намного намного больше почему верующие Бога меняет свое богатство норов с дерьмом хотя может красивым дерьмом золотым бриллиантовым эти люди не читают писания данные Богом каждый день не кормят свой дух верой в того кто может нам дать больше чем мы все можем представить я честно скажу последнее время Бог меня обличает в некоторых вещах я с вами хочу быть искренним говорит Валик привык ты сейчас к фестфуду кто знает такое выражение сейчас популярное пища быстрого приготовления заехал пришел заказал взял и даже могут привезти это все ленишься а помнишь времена когда ты не просто молился а проводил время со мной я помню я помню когда просто сидел смотрел на звезды и я понимал что Бог меня утешает я проводил с Ним время говорить много не есть молитва мы привыкли приходить к нему со своим списком господи вот он список не нужно сделать ты сделал до завтрашнего дня он может это сделать но для нас это не ответ это чувство которое как будто знаете мы хотим сейчас 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 быстренько побыстрее он говорит подожди секунду давай поговорим давай пообщаемся вы знаете сейчас вот у нас преломление и Бог говорит а давай поговорим давай поговорим ты сядешь сейчас с этой чашей моей крови с хлебом моей плоти поговорим не говори мне о том что тебе я должен сделать для тебя я так вообще знаю я же Бог а поговорим отец с сыном дочь с отцом поговорим не то что тебе нужно а что будет дальше что я бы хотел сделать в твоей жизни как бы хотел бы изменить душевное на духовное когда ты будешь возрастать я хочу через твои руки благословлять исцелять благовествовать давай поговорим об этом я понимаю что я научился ездить через Макдональдс я не хочу этого я понимаю что моя душа она меня толкает на такие моменты потому что я привык к каким-то вещам и знаете вот даже те бессонные ночи которые у меня были они были хорошие плохие я понимаю что моя жизнь должна быть другой даже поскольку я уже верующий больше там 35 лет я возрастаю и хочу возрастать царь Давид говорит в 31 стихе в Псалме 6 стих зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное тогда и тогда разлитие многих ввод не достигнет не достигнет его в других переводах написано и когда все будут молиться и все невзгоды они не достигнут их хотя переживут мы сейчас ставим наши ноги подходя к чаше я бы хотел я бы хотел чтобы сегодня поговорили с Богом о вашей душе и вашем духе то что питает где у нас борьба я надеюсь друзья я надеюсь что мы поймем что мы больше чем победители прошу всех вас тех кто прошли водное погружение не стоят на это замечание то ли в нашей общине то ли это в других общинах чтобы не быть прикновением для своего духа в первую очередь все те кто хотят поговорить с Богом я понимаю что чтобы фактически можно было всех нас отлучить от чаши за все наши преступления ошибки по вашим словам даже на секунду мы стали этим блудным сыном может не стоит друзья я говорю о других вещах я прошу сейчас вас подойти в чашу взять ее и хлеб и сесть на свои места именно сесть не стоит сесть сесть в размышления потому что чаще всего мы не размышляем стоя мы стоя только созерцаем и общаемся а сидя мы рассуждаем опустив свои глаза мы начинаем думать кто я зачем я здесь куда я иду есть ли у меня какие-то привилегии пожалуйста а венуше бешамаем отец небесный в это время сложных обстоятельств в мире слабение слабение веры в народе это можно замечать невооруженным глазом слабость доверия тебе открывается во многих может быть даже во мне я в первую очередь говорю себе это это слово душе умоляться а ему возрастать а я приглашаю всех нас к этому столу стол приложения приложиться к обстоятельствам и ситуациям которые проходили на Голгофском кресте крест который ты понес он не может быть моим крестом ты понес грехи всего мира но мой крест который я несу каждый день я должен делать этот выбор следовать за тобой господь боже наш прикоснись к нам освободи нас сделай нас сильными дай нам упование вечное ты живой и нет другого святой 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 господь я я я а я это Субтитры создавал DimaTorzok